Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непредкновенны в день Христом, исполнены плодом праведности Иисусом Христом в славу и по фоллу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. В сегодняшнем апостольском отрывке, адресованном жителям города Филиппа, святой апостол Павел говорит о важности одной из самых главных христианских добродетелей – добродетели любви. Любовь, как мы знаем, обладает огромной созидательной силой. Кроме того, именно через любовь люди и воспринимают величайшее таинство – воплощение и вочеловечение Сына Божия. Филиппийцы много участвовали в жизни Павла, помогали ему в трудные моменты жизни. Но апостол хочет пояснить им, что любит их не только за это. Апостол любит их за верность Богу, за преданность Христу, за то, что они любят Спасителя. Любовь во Христе стоит выше любого человеческого чувства. Она связывает тех людей, которые живут одной верой и единым стремлением служить Господу и ближним. Святой апостол Павел молится о том, чтобы Единородный Сын Божий укрепил всех верных в любви, чтобы любовь между членами Церкви Христовой была не просто сильной, но всепобеждающей, беспредельной. Святитель Иоанн Златоуст замечает, «Смотри, как Павел, будучи любим, хочет еще более быть любимым. Кто так любит любимого, тот не хочет, чтобы любовь последнего имела предел». В то же время наставление в самоотверженной любви есть не что иное, как назидание с помощью Божией про чистоту христианского учения, проникнутого любовью и основанного на любви. Любовь – это деятельная сила всей жизни христианской. Она изливается в сердце с принятием благодати Святого Духа, подвигает людей на совершение добрых дел. И чем больше будет в жизни человека таких деяний, тем сильнее и крепче христианская любовь. Мерой ее является бесконечность. Следовательно, предела для проявления божественной любви просто не существует. Поэтому мы и говорим, что любовь – это непрестанный путь вперед к Богу и Свету, Блаженной Вечности Царства Небесного. Апостол замечает, что он молится о своих духовных детях, дабы их любовь еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. При этом Павел имеет в виду не внешние человеческие чувства, а духовную основу, ведущую к внутреннему совершенству. Внешними чувствами мы постигаем окружающий нас мир, все вещи и предметы, имеем знания об их качествах и свойствах, приобретаем внешнюю опытность. Но любовь пробуждает в нас развитие и постижение духовных познаний, стремление постигнуть божественную истину, что приводит к духовному совершенствованию и духовной опытности. Именно такого внутреннего изобилия желает филиппийцам апостол Павел. Святитель Феофан Затворник пишет, Апостол молится о том, чтобы филиппийцы, познавая лучшие, были чисты и непрекновенно в день Христов, исполнены плодом праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Первоверховный апостол желает, чтобы его духовные дети сумели дать достойный ответ на суде Божьем и получить награду не земную, а небесную, вечную. Апостол призывает к совершенной чистоте, только такая чистота и праведность, опять-таки основанная на истинной христианской любви, способна привести непрекновенности в день Христов к доброму ответу на суде Божьем. Именно поэтому апостол Павел желает филиппийцам и в их лице всем верным христианам, чтобы они были исполнены плодом праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Это значит, что Сам Господь исполняет нас плодами праведности, если мы храним любовь к Нему, стремимся быть действительно последователями Христовыми. Кто-то, пожалуй, возразит, что можно, и не зная Бога же честно, совершать добрые дела, поддерживать себя от недобрых помышлений. Да, можно, но, во-первых, это требует огромного напряжения сил, и не все это смогут понести, а только внутренне сильные люди. А во-вторых, если дьявол начнет серьезно нападать на такого человека, пытаясь увлечь его во грех, то без благодати Божией человек вряд ли сможет устоять, а если и сможет, то победить в этом трудном борьбе без помощи Божией уже точно ему не под силу. Святитель Иоанн Златоус учит, следует быть не просто праведным, но исполненным плодом правды, потому что есть правда и не во Христе, как, например, обыкновенная честная жизнь. Одержать победу над грехом и дьяволом может только человек, просвещенный Христом, исподобившийся стать членом его тела Святой Церкви. Читая сегодняшнее апостольское зачало, научимся искренне и по-настоящему любить Бога и ближних. Будем стараться подвязаться в добродетели, благочестие и чистоте, и, как итог, будем надеяться на то, что Господь обязательно увидит наши усилия и соделает нас причастниками своей бессмертной жизни, за что Ему слава всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok